К ученикам восьмого класса сегодня пришел особенный гость. Иван Петрович Глотиков – живая легенда Красногорского района. Именно так о нем отзываются бывшие коллеги. Дело в том, что вернувшись с войны, он армейские погоны сменил на милицейские и долгое время руководил Красногорской ГАИ. Во второй гимназии знают, как приветить таких героев. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Слова этой песни будто рифмуются с непростой судьбой Ивана Глотикова. В армию он ушел, будучи почти ровесником этих ребят. Мою повестку взял, пошел на что? 17 лет, наверное, не было. А на высоко я так пихаю туда повестку ему, дежурного. Он даже не смотрит, кто там стоит. Он перевернул к 16.00, значит, явится в военкомат. В биографии Ивана Петровича нашлось еще немало удивительных для ребят фактов. На фронте он оказался довольно быстро. Рассказывает, что сразу после учебы в артиллерийском училище уже ходил в разведку. Однажды вылазка на белорусской границе для юного сержанта чуть не стала последней операцией в жизни. Снайперская пуля задела. В окопе Глотиков, истекая кровью, пролежал несколько дней, пока его не обнаружили свои разведчики. Крышка Хантехох. Я знаю, что Хантехоха немцы. Руки вверх. Я говорю, я русский, артиллерийский разведчик. Разговоров никакого путем нет. Но она посмотрела, у нее сестра с ними была. Она меня осмотрела, разделы, все это. Пшедель сняли, все. Вот посмотрела, ой, боже мой, боже мой. Тяжелые военные будни, неподъемные пушечные снаряды и противотанковые ежи в центре Москвы. Все эти яркие воспоминания школьники слушали, не решаясь нарушить таинство повествования. И урок истории был усвоен. У них же столько историй о своей жизни и о том, что тогда они прошли, что было после. Поэтому такие мероприятия, они важны, чтобы люди поняли, что война ни к чему не приведет. Она приведет только к разрушениям и к гибелям людей. Война – это действительно плохо, но благо были такие люди, которые смогли ее остановить. Анастасия Яставхева, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова, КРТВ.